Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в передаче «Беседы с батюшкой». И в воскресенье вечером, как обычно, в прямом эфире у нас протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши четыре недели поста уже позади. Вообще время летит незаметно. Да, действительно незаметно. Четыре недели – это месяц, насколько я помню. Такое ощущение, что неделю-полторы только прошло. Неделю назад мы здесь поздравляли всех с праздником Благовещения. Но недели уже нет. Очень, конечно, всё быстро. Но время поста – очень благостное время. Трудно начиналось. А сейчас уже какой-то такой вкус появился. Посту многие люди свидетельствуют, что стало как-то действительно легко. Легко. Батюшка, хотел начать с вопроса. Апостол говорит, «Жало смерти – есть грех, а сила греха – закон». Почему? Закон – сила греха. Тут можно предложить разное толкование. Ну, например, вот апостол Павел, наблюдая из-за своей души, он говорил, что то, что не люблю, делаю, а то, что люблю, не делаю. В этом он углядел некий закон греха, который в нас действует. В силу того, что мы водами все отпали от Бога. И в нас стали действовать вот эти разрушительные силы. Это как следствие, который явился таким действительно законом смерти. Потому что если бы человек не отпал от Бога, он бы так и жил вечно. А вот этот закон смерти, который есть следствие греха, он действует в нас. То есть здесь подразумевается закон, в который человек попал, отпав от Бога. Да. Не Божий закон, который есть жизнь, а именно закон… Закон как следствие грехопадения. То есть это вот законное следствие. Потому что иногда человек воспринимает, что изгнание из рая – это и есть некое наказание. Но это не наказание, это уже следствие. Когда человек ходит, допустим, по карнизу высотного дома, а потом срывается, это не наказание. Это следствие его безумия. И Адам и Ева совершили безумный поступок. Усомнились в благости, в правоте Божьей. И вот у этого безумия есть естественное следствие, что после таких мыслей, которые пришли от дьявола и которые были восприняты. Этим самым человек воспринял руководство дьявольское своей жизнью. И как результат этого в таком состоянии человек не может находиться в раю руководимый дьявол. Это совершенно… Он подчинился другому закону. Противоположно. Батюшка, ну а возможно ли как-то человеку изменить неизбежное следствие своих поступков? Разумеется. Через святое крещение и воссоединение с истинной виноградной лозой, которой есть Христос, через церковь. Потом он входит вратами в область спасения и начинает свой подвиг. Всей своей жизнью, ну, земной, вот этот кусочек, он должен засвидетельствовать Богу. Свою любовь, которая будет выражаться в верности. А еще кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. И вот через это соблюдение человек возвращается к закону Христу, к закону Божьему. Он должен, ведь в нем действовал, ну, соблазн, слово от дьявола. Он ему поддался. Теперь нужно преодолеть, уже сознательно, зная, какие последствия в результате это явилось, зная и уверовав во Христа, который есть наш Спаситель, он должен всей своей жизнью предпочесть Христа Спасителя и засвидетельствовать это. В отдельных случаях до смерти. Поэтому, кто смертью засвидетельствовал истину Христова, называется так свидетелем. Мартирос, что у нас в русской традиции переводится как мученик, на самом деле точный перевод это свидетель. Что человек, который засвидетельствовал свою верность Христу. Спасибо, батюшка. У нас есть первый звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшки. Скажите, пожалуйста, если некий человек сказал или, допустим, как-то показал, что он раскаялся, покаялся. Но каждое упоминание о грехе или обличении или упрек воспринимает очень болезненно и не хочет слышать. Значит ли это, что человек не покаялся, раз ему так тяжело это слушать? До свидания. Спасибо. Нет. Он, может быть, и покаялся, но он еще не смирился. Поэтому так ему и больно, болезненно воспринимает всякие напоминания и обличения. Поэтому в этом смысле окружающим людям я бы не рекомендовал колоть его этим грехом. Наоборот, поддерживать и как-то относиться к нему сочувствием. Тогда исцеление этой раны произойдет быстрее. в противном случае может быть такое покаяние в том, что он покаялся. противном упрекая его за прошлое, мы провоцируем возврат его к этому прошлом, потому что вообще каждый человек немощен и нуждается и в поддержке и людей тоже. если он не чувствует этой сочувствующей любви, у него может возникнуть чувство, что он зря старался. Потому что мы все от людей зависимы, к сожалению, и трудно от грешника, даже кающегося, ожидать ну вот сразу глубины смирения, которая явилась в святых отцах в самом Господе нашем Иисусе Христе, который пример смирения и кротости. Поэтому упрекая его, мы возлагаем на него бремена неудобоносимые. Это всегда чревато теми последствиями, которые вряд ли нас обрадуют. Батюшка, но чаще всего человек раскаивается в содеянном грехе. А чтобы это раскаяние стало покаянием, что нужно? Ну, нужно изменить направление своей жизни. То есть не просто сожалеть о том, что я вот так скажу. конечно. Сожаление это сожаление. Исповедь это исповедь. Поход в булочную это поход в булочную. А покаяние это есть покаяние. тут у покаяния нету какого-то синонима. Покаяние это изменение и мыслей, и чувств, и поступков, которые будут отражаться и в словах, и в делах. Которые есть плоды этого покаяния. У покаяния всегда плоды. Ну, какой-нибудь грубый пример. Человек ходил в игорный дом. Как это отразится в его поступках? Ну, он дорогу туда забудет. Вот это плод покаяния. То есть он всегда ходит в другую сторону. В ту сторону не ходит. Даже вот в том, куда его ноги несут. Это отражается. то есть если человек просто раскаялся, но продолжает ходить тем же путем, каким ходил, то это еще не покаяние. Потому что часто говорят, ну, я в этом каюсь много раз. Ну, вот слова много раз значит не каюсь. Ты сожалеешь, ты можешь исповедоваться, но это не каюсь. Это к сожалению у многих русских людей проблема с русским языком, потому что язык очень сложный. То есть это скорее всего раскаяние содеянным сожалением. Нет, раскаяние и покаяние все-таки слова одного корня. Раскаяться это и есть единичный акт. А покаяние... Ну, то есть это начальная все-таки фаза покаяния. Ну, да, да. То есть не хватает второго шага. А не второго, а это покаяние это вещь перманентная. То есть христианин, который находится вот в спасении, то он находится в непрестанном покаянии. Что такое духовная жизнь? Мы можем сказать, духовная жизнь это и есть покаяние. А покаяние это и есть движение к Богу. Да. То есть другого нет движения к Богу, кроме как покаяния. Человек постоянно, постоянно исправляет то, что Господь может размышлять о Боге. Вот очень многие люди теперь такие, можно сказать, либерально настроенные, они вот все любят порассуждать о любви, там о всяких таких превосходнейших вещах. Но это остается простой демагогией. Потому что если нет покаяния, то нету никакого движения христианского. Есть некая иллюзия, которая именуется прелестью мнения. Человек сам наслаждается тем, что он о себе возомнил. Что он хороший, правильный и он собственно не замечает того, что он не то, что идет в другом направлении, он находится в падении. Просто от этого дикого свиста в ушах, который всегда происходит при падении, он ничего этого не слышит. У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Это я жду. Ну и ждите до здоровья. Здравствуйте. Здрасте. Я прошу прощения за беспокойство. Отец Дмитрий? Никакого беспокойства. Вопрос такого порядка. Мне подарили книгу «Последний из молокий». Там встречается фамилия Смирнов. И священник, и столомщики. Вы никакого отношения к этому не имеете? Если да, то о Павле Грузине пару слов. Будьте любезны. Как я? Я ношу эту замечательную русскую фамилию, и, как говорят, нас уже больше, чем Ивановых. Поэтому я ко всему этому прямое отношение имею. Старинная такая поповская фамилия. вот. Я именно свой род и то у меня дочка проследила до 18 века. А так Смирновых очень много. И ко всем имею отношение. Как, впрочем, и к Ивановым, и к Петровым, и к Поповым. Это все как русский человек имею отношение. Только степень этого отношения разная. Про них Смирновых знаю, а про других не очень. Но про эту книжку тоже слышал. И может быть, Бог даст, когда она мне попадет в руки. Про отца Павла Груздева есть книга толщиной в два пальца. Поэтому отношу к ней. Там есть и то, что я о нем мог сказать в этой книге. Есть общие наши фотографии. Я с Павел, другие священники. Я там попал, так сказать, вы эту книгу раздобудьте или в интернете ее себе вызвите из интернет-пространства и поглядите. отец Павел замечательный русский человек. И то, что он Груздев, а не Смирнов, я ничем этим не обижен. Мне фамилия Груздев вообще, мне кажется, она такая просто потрясающая. И она ему соответствовала полностью. Как пишут в жизне описаниях подвижников по имени твоем и житие твое. И отец Павел, можно сказать, по фамилии твоей и образ твой. Потому что он являл собой вид крепкого гриба из русских лесов. Он с таким ассоциацией человек, который он ботиком всегда ходил, поэтому он вырастал из земли непосредственно. Он ножками своими святыми чувствовал нашу русскую землю, очень о ней страдал, переживал о том, что он даже говорит, такие у него слова есть, что церковь может возродиться, деревня уже наша никогда. Вот мы видим сейчас, ну, есть некоторое, некоторым направлением возрождения церкви, церковной жизни, эту чатрадну, монашеская жизнь начинает, так сказать, проклевываться. Вот, а деревня как была в запустении все только хуже, хуже. Лес, который на полях, который по 800 лет нашим предками обрабатывался и груздевыми, Смирновыми, вот, она заросла лесом уже толщиной не с руку, как это было в начале там, вот этих всех преобразований в стране, а уже с ногу толщиной. Это, конечно, очень печально. Ну, вот. Спасибо, батюшка, есть звонок у нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, батюшки. Здравствуйте. Будьте любезны, вот, ответьте, пожалуйста, в риме литургии есть такая, я приведу фразу из песнопения, всякое дыхание дохвалит Бога. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Как трактуется фраза всякое дыхание дохвалит Бога? Благодарю вас. Вообще-то, если честно, там дохвалит Господа. Ну, смысл от этого не меняется, потому что Господь наш это Бог наш. Всякое дыхание имеется в виду всякое творение Божие. Это призываются все сознания Божия, которые дышат. И птицы, и земноводные, и животные, и растения. Потому что все, что Бог создал, Он создал для своей славы. Потому что Бог для нас, которые есть Его творения, Он абсолютно невидим и непостижим. Что выражается такими словами. Бога никто же не видя нигде же. Вот. Но величие Божие мы можем наблюдать в Его творении. Видим синицу, ее красоту, и славим Бога. И синица, чирикая, славит Бога. И так каждое живое существо. Красивая раковина славит своего Создателя. Потому что моллюск, он не имеет развитого мозга, и он не мог сам такую конструкцию создать. Это Господь. Или там строй улья. Насекомое пчела не может создать. Это Бог создал. Поэтому пчел линный улей с его разумнейшим устройством он славит Бога. Славит Бога и все рыбы, и славит Бога и все животные, и вот всякое дыхание, оно своим существованием славит Господа. И Богу угодно, чтобы и человек, которому дан великий дар разума, слова, брака, способность познавать Бога через религию, которую также Бог дал человеку, через стыд и совесть прославлял Бога. Вот для этого. Поэтому это такой призыв ко всей твари. Но, конечно, славит Бога не только твари, которые представляют собой живых существ. Хвалит Бога и горы, о чем сказано, и реки, и моря. Так что все, все сотворенное Богом хвалит Его. Особенно, конечно, хвалит Бога эта Вселенная. Видя бездонную величину и совершенно божественную красоту, особенно в нашей природе и полосе, это августовская ночь, которая вот являет нам величие Бога Творца. Поэтому каждый, кто смотрит на небо, он может, так сказать, как-то это ощутить. Вот я помню, что будучи еще маленьким ребенком, лет пяти меня это совершенно привело в такое состояние, вид неба, что я до сих пор помню вот это событие, когда я обратил на него внимание. Вот, и с тех пор я нахожусь под этим впечатлением, и когда оказываюсь перед чистым небом, усеянным звездным, я вспоминаю эти детские впечатления, и оно продолжает до сих пор на меня действовать. Вот, поэтому хвалят Бога и вулканы. Вот, сейчас этно извергается, и вот, когда видишь, какая внутри нашей планеты сосредоточена энергетическая мощь, и вот, как Господь устроил, что вот эта кора наша земная, она эту мощь удерживает в себе, только в отдельных точках являет, показывает нам, что там внутри. Такие температуры, которые мы можем, ну, только на какие-то секунды воспроизводить с помощью нашей техники. А так, а там для Бога это вообще не стали труда и не является чем-то запредельным. То есть, настоящая плазма находится очень близко, и Господь нас сохраняет. И высшее творение Божие, человек, выпадает из этого общего такого оркестра. Да, человеку предстоит путь, потому что это драгоценный дар свободы, который он должен употребить для того, чтобы тоже своей жизнью прославить Бога. Чтобы люди видели добрые дела человека и прославляли Отца Небесного. Многие говорят, лучше бы Бог не давал такую свободу, пусть она была бы более ограниченной. Дело в том, что да, такой был период до создания человека. Такое выражение, оно равно такому выражению, лучше бы Бог не создавал человека, или лучше Бог бы всех нас убил. Но раз ты так хочешь, давай начнем с твоих внуков. Потом твоих детей. А потом в конце, когда всех уже погибнут, ты последний. Давай так. Нет. Нет. Ну вот. Дело в том, что уже было, ведь сначала Бог создал всех животных, а уже потом человек. На земле был период, когда не было никакой свободы, без человека. А человек, как Бог этого тварного мира, Бог с маленькой буквы, человек действительно может имена о животном наречь, и узнать, как они устроены с помощью своего разума, проникнуть в суть вещей, и как устроена и вселенная, и те же вулканы, и как устроены рыбы, и животные, человек все это может постичь своим великим разумом божественным. Но этот разум должен быть подчинен общему строю, общему закону, общему закону Божьему. А тут глупый человечешка даже закону Божьему в школе для своих детей сопротивляется. У нас есть вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Дмитрий, это Рова Божья Лени Челябин. Я прочитала вашу книгу «Проповеди о Боге». Помню о Боге. Мне она очень понравилась, очень все доступно, все хорошо написано. Ну, тут у меня вопрос возник. Я встретила такие слова. Господь сказал «Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Пожалуйста, креститесь, кланитесь, опоститесь, это Богу не нужно. Главное, чтобы там есть в сердце, была действующая любовь. Ну, вот я все прочитала, читаю, читаю, потом вроде как все прощается, грехи. Потом никто ничего не простится. В общем, никто в Царство Небесное не войдет. Даже там единицы. Так для чего тогда все мы спастимся, ходим это самое. Как что? Ну, любишь ты. Конечно, любишь очень до природы, уже какая-то сентиментальность. Каждую травку, жалко, любовь, везде, во всем. Ну, ко всем. Ну, конечно, не без греха. Мы гневаемся. Это человек, по-моему, существо живое, душа, она может гневаться. Ну, и любить, и что править. Ну, никак. Ну, грешим. Так, а я-то при чем? Вопрос-то вот, ну, мы грешим. Это я услышал, но, вы знаете, я это как бы, Лидочка, и без вас знаю. В чем ваш вопрос-то? Зачем мы прилагаем усилия, если все равно не войдем в Царствие Божие? Ну, зачем такое маловерие? Ведь Христос взял имя себе Иисус в знак того, что Он есть Спаситель. И Он нас может спасить. Вот Лидочка говорила, мы гневаемся. Христос-то может спасти от гнева-то. Живая душа, это же не обязательно в гневе всеми орать. Можно попросить Христа, когда тебя гнев распирает, и Он тебя утешит, и не будешь орать, как безумный, на людей бросаться с молотком. Христос, Спаситель, рядом. А что мешает человеку к этому спасению прийти? Отсутствие навыка и маловерия. То есть, даже если мы просим, мы своим сомнением разрушаем? Ну, конечно. Человек с двоящимися мыслями неблагонадежен для Господа. Взявшийся за плуг не должен оборачиваться назад. Бабачка, было бы верно хоть зерно горчичное, горами бы двигали, экскаваторы были бы не нужны. Да, хорошо. Но вот даже такой нет. Ну, я-то здесь при чём? Это же самое простое. Взять книжку написать, так сказать. Ну, видишь, ей же понравилось, сто рублей истратила, истратила. Такая чё? Чем я виноват? Ну, выброси или сожги. Если так. Не пойму, что от меня требуется? Укрепите вере, бачка. Я не могу укрепить вере. Это невозможно. Человеком это невозможно. Укрепить вере может только благодать Святого Духа. Она единственная. Не мощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Она только благодать. И Господь сказал, что если вы, будучи злые, когда к вам ребёночек обратится, попросит хлебушка, вы же ему камень не дадите, кусок кирпича. На, сыночек, в оберточку завернём, и как дети в детском саду шутят, возьмут камушек, раз, конфетку хочешь, вот, так подлинненько. Господь же не так, он даёт духа просящему него. Какого духа? Духа святого. Речит о благодати Божьей. Господь даёт, как бы чтут и не разумеют или забывают и... Ну, или они о том просят. Ну, опять, не знаю. Это же чужая душа потёмки и не собираюсь как-то куда-то влезать в чью-то душу. Если написал что-нибудь не так, заранее извиняюсь. Я не богослов, не учёный. Могу что-нибудь и напутать. Ну, вот, хотя бы то, что вы напомнили слова из Священного Писания. Да, это не мои слова. Тем паче даст Отец Небесный духа просящему него. Может быть, попросим? Ну, вот, мне кажется, таким путём надо идти. Спасибо, у нас есть звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Я хотела бы узнать вот о почитании, как вы почитаете царя, батюшку Николая? Я очень почитаю и люблю. Любите, да. Батюшка, ещё есть несколько слов. Есть фотографии его. Охране Святых Жон Мироносец будет в честь в этот день торжество, престольный праздник. Скажите, пожалуйста, о Венеции немножко, охране Святых Жон Мироносец. Будьте любезны. Ну, Венеция это один из самых красивых городов. И когда была Венецианская республика, эти богатые купцы, люди были, конечно, верующие, вот, но очень любили пограбить. И город просто ломится от всяких святых. Там столько мощей всяких, это просто огромное количество. Половина мощей даже святитель Николая есть, вот, мощи апостолов, там, святых угодников божьих, вот, храм хороший, я в нем бывал, служил, даже не один раз. Там очень отец Алексей замечательный священник. Он и в этот раз звал меня на десятилетие храма, но по своей занятости не могу поехать, но душой буду там с ним в этот день. храм старинный им вот епархия Венеции передала для совершения богослужений. Храм вполне просторный, все прихожане, которые там оказались, русские, украинцы, молдаване, которые приехали туда, но работать нужда которых изгнала их с насиженных мест. Вот там живут и вот они ходят в этот храм, там окормляются. Не знаю, что еще рассказать. Но он новый, батюшка? Вы говорите, десятилетие храма. Нет, он старинный. Просто он восстановлен, да? Он даже не восстановлен, он так и был. Дело в том, что в Италии там государство содержит храмы в относительном общем порядке. Таких руин, как у нас, там нет. Потому что, ну, там ни войны не было, ни коммунистов у власти. Им бы советская власть лет на 20, и там от Италии бы ничего не осталось. А все памятники, которые зафиксированы ЮНЕСКО, 80% они в Италии. Потому что там просто памятник на памятнике стоит, и лучшие архитекторы. То, что, ну, было богатство такое, ну, несравненно ни с чем. То, что, и венецианцы, и генуэзцы были торговый народ, вот, очень такие отважные, и мореплаватели, и вот, свезли много всего. Вот. Ну, и крестовые походы тоже, они же коснулись Бизантии. Константинополь великий, он был полностью разграблен этими, так сказать, друзьями. Да, и даже, так сказать, вот, плащаницу таким образом оказалось в Турине. Вот. И, в общем, много очень святынь всяких. Вот. Ну, теперь, слава Богу, мы имеем возможность тоже посещать. Это, конечно, очень отрадно. Вот. Ну, все это требует как-то средств. Это не каждый может. Ну, всегда можно паломническую организовать поездку. Отец Алексей всегда рад гостям, потому что хоть и город прекрасный, и там замечательные музеи, вот такие, ну, уже эпохи Возрождения, всякие памятники, можно поглядеть. Вот. Ну, и потом там все близко от Венеции, там, Аравенна, где мы можем поглядеть замечательные мозаики, тоже рядом. Ну, в Италии вообще все близко, это не наше российское расстояние, можно на автомобиль или там на электричке ее всю объездить, конечно, напитаться этой красотой. Недаром у нас раньше, там, сто лет назад художники отправлялись в Италию для того, чтобы, ну, напитаться вот этой красотой классической, вот, и красотой возрождения. Вот, ну, конечно, так сказать, полезно для такого культурного развития. Ну, все-таки дома лучше как-то, все равно здесь как-то... Хорошо съездить. Ну, да, хотя вот многие великие люди там, художник Иванов, Николай Васильевич Гоголь, очень много времени там проводил и писал свои бессмертные романы, которыми мы утешаемся, вот, они написаны были в Италии, вот, и климат, конечно, такой благодатный, вот, есть там, чем проникнуться уважением к истории вот этих всех городов, государств. Потому что Италия, как самостоятельное отдельное государство, это тоже не так давно стало, как из Греции, вот, это были отдельные такие, такие, ну, не знаю, как назвать, княжества, провинции, там, города, республики и так далее. У каждого свое лицо. Спасибо, батюшка, у нас есть вопросы. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. В определенной ситуации жизненной у нас с мужем появился батюш, которому мы доверились. Он нас очень поддержал, венчал нас с мужем. Но его церковь находится в 35 метрах от нашего дома, из-за города. Не всегда получается приехать к нему. Рядом к нашему дому находится мужское монастырь. мы стараемся туда, ну как, конечно, ускорить, но как получится сходить на причастие. На их поведение, я не могу не сгонять монаху, потому что они достаточно молодые монахи. Мне несповедует то, что между нами происходит с мужем и какие-то вопросы задать. Считается ли, это нормально, что я одному батюшку задаю одни вопросы, а даю другие вопросы? А тут вы понимаете как, очень важно кто будет считать. Вы говорите, считается ли. Смотря кем. Тем, кто считает, что это нормально, он оставляет все как есть. Те, которые считают, что это ненормально, он продает квартиру и едет туда и покупает там, где рядом батюшка шею. Вы говорите, 30 километров, а я езжу в свой храм за 40 километров. 30 километров это вообще, так сказать, подумаешь, проблема. Батюшка, вот, может быть, в продолжении этого вопроса Валентина из Москвы. Батюшка, скажите, есть ли у духовного отца возраст, определяющий возможность его духовничества. Мой духовный отец существенно моложе меня, и эта молодость часто смущает, несмотря на то, что батюшка мне много помогал, да и сейчас по жизни ведет. Тоже странный вопрос. И какого рода смущение? есть такие смущения и следствием это смущение можно ноги в руки и берегом. А есть смущение, которое от дьявола, который видит, что человеку помощь Божия идет, он хочет разлучить. Там брань какая-то возникает. Это жизнь многообразна. Ищите пользы, и тогда будет все понятно. Ну да, мне кажется, что вот так. Хорошо, полезно. Вот я смотрю, особенно осенью приедешь после отпуска, смотришь, полно новых лиц в раме стоит. Есть люди, которые со мной 30 лет, а есть люди, которые 20, есть которые 10, а есть которые 20 лет побыли и ушли. Все свободные люди. Вообще все свободные. И зачем какие-то придумать странные вещи? надо заниматься спасением души. Если вот такая ситуация этому способствует, хорошо. Если не способствует, надо найти что-то другое. Все очень просто. Ну, хотя общее правило, если дерево всем пересаживать, на нем плодов не будет. Поэтому если каждый месяц менять духовников, у нас в Москве как вот одна старинная такая раба Божия царствия небесного мне говорила, у нас в Паризе был духовный люкс. Потому что там у нас скопились всякие выдающиеся иерархи, духовники. Это вот было после войны там такой духовный люкс. Все друг друга знают, всех мало. Священник с тобой будет нянчиться бесконечно в силу и своей интеллигентности и в силу незагруженности. Там если кого-то крестить, то это два раза в году. Не как у нас по 150 человек за раз. Вот. Или там венчать по пять пар. Так сказать. Это одна ситуация парижская. А другая там в Якутию батюшка приехал на пароходе и там обступили его жители там трех сел. И вот давай там с утра до ночи их крести и венчай беседуй особенно хорошо беседуй с человеком который ничего не знает и никогда ничего не читал. Это вот самая классная такая беседа. Как ему что рассказать с чего начать. услуга благодать никогда не слышал. Просто не слышал. В его лексиконе такого слова нет. Как? Вот и давай. Поэтому париж одно и якутское другое. У нас есть вопрос батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Я уже не буду начинать с того что задам вопрос хотя на самом деле я это и хочу сделать. Знаете у меня такая проблема возникла с моим мужем. Он первый начал идти к Богу это было давно где-то лет 20 назад мы даже обвенчались в Церкви но в последнее время на лет 12 он увлекся двумя книгами некого Александра Наукина Синергетик и Калайки этот человек якобы где-то обитает на Алтае и где-то там у него какая-то хижина и в этой хижине у него жена и маленький ребенок и он написал две вентолепные книги которые мой муж читает каждый день но процитировать оттуда вряд ли что сможет когда-либо потому что там настолько все запутанно и он считает его Богом как будто бы он сам сказал я нет конечно а в чем ваш вопрос состоит а мой вопрос заключается в том что я в общем-то хотела вот никак не могу понять в чем он заключается вы его куда-нибудь заключите ваш вопрос хорошо я заключу его я заключу его в том что я хотела просто узнать у вас может быть вы осведомлены об этих книгах вот об этом новом сути христе который там обитает да понимаете в священном писании сказано что будут лжехристы и лжепророки и если скажут там христос или там не верьте я поэтому верю в священном писании которая меня за 2000 лет назад предупредила Наумкин особенно там 20 лет назад и он все 20 лет все живет с маленьким ребенком когда же он вырастет этот ребенок Алтай ну живет и живет нет такие книги ну на самом деле их очень легко критиковать открываешь на любой странице вот и тыкаешь пальцем наугад и читаешь и один вопрос откуда ты это взял если он скажет это мне откровение свыше великолепно откуда ты знаешь что это свыше а не снизу из преисподней какой критерий если если какие-то авторитеты а так в уме повредиться может каждый поэтому апостол Павел говорит смотрите братья не увлекайтесь какой философией потому что это все изобретение человеческого ума а иногда и даже болезненного потому что вот такие откровения свыше и прочее часто бывают у людей с такой лоббильной психикой и любой доктор может отметить карандашиком там места которые указывают на диагноз того или нового человека а сейчас что хочешь сдавай заплати немножко денег и сдай там сто экземпляров распространяй по свету то что ну если уже люди верят вот этому дяденьке лысому который там передача Малахов плюс сейчас еще какая-то она он то пропадает с экрана ну ну полный белиберда бред сивый кобыл или верят там в звезды а теперь прослышим астрологический прогноз и все сразу прильнули ну народ находится на уровне развития ну три тысячи с половиной лет назад там халдейские какие-то представления там о небосводе им хоть говори хоть нет что до ближайшей звезды там шесть световых лет это все равно их не касается любая ерунда она будет привлекательна потому что ну вот падший ум человека он не способен вообще ну какую-то логику вычленять вот это такое и таких людей много и поэтому всякие найдутся люди которые будут голову морочить чем больше опломба вот тем эффективнее этот бизнес ну да то есть это или бизнес чтобы с людей собрать или просто человек повредился и таких же как он к себе привлек да ну все равно раз вот я когда встречал таких людей волка фран даже один ходил тоже сильно повредившийся человек вот ему бы все людей лечить я говорю да нет проблем кончи медицинский институт и лечи а сам он был в прошлом морской офицер ну совсем с катушек ну и находились у него слушатели и он что-то там колдовал там ну в общем вы знаете но об этом даже говорить неохота хотя вам я сочувствую потому что с человеком в таком сильном повреждении жить это такой подвиг действительно у нас есть вопрос батюшка алё здравствуйте слушаю добрый вечер здравствуйте батюшки добрый вечер у меня такой вопрос вот отец Дмитрий в прошлой передаче сказал что жизнь психологическая полна скорбей и горе и болезни и мучений вот зачем Христос воскресил Лазаря тем более что он его так любил через неделю мог бы он быть в район и вот он для чего всё это было чтобы Лазарь ещё мог ему послужить в епископском саль вот потому что вот Лазарь он ещё после своей своё воскресенье Христом он ещё очень много потрудился для церкви вот для этого вообще Господь вот вы могли бы заметить очень многие такие достигшие высокой духовной жизни люди они обычно живут долго вот отец Иоанн Крестьянкин например вот он прожил там ну уже под сто лет отошёл ко Господу хотя жизнь была полна всяких скорбей лишений и голода и так далее почему потому что такие люди нужны Богу для того чтобы быть проводниками благодати Его и Слово Его поэтому Бог через них как через пророков своих возвещает людям волю Божью вот поэтому Лазарь от поприща епископа он очень много потрудился вот для этого но еще в тропаре праздника входа Господня в Иерусалим поем общее воскресение предваряя Господь же говорил именно в общем воскресении ну да он избрал нет ну говорит зачем вот именно исходя из тех скорбей которые представляют собой человеческую жизнь вот потом у христиан другое отношение к скорбям чем у обычных мирских людей потому что они не понимают смысла скорбей и вот бессмысленные скорби они действительно человека вот ну приводят в такое в недоумение в раздражение в ропот в гнев на Бога и так далее а человек который находится в правильном устроении как Лазарь друг Божий то он с радостью это все претерпел и когда дано было ему опять вернуться на землю в свое тело он с удовольствием Богу послужил вот а мы не знаем а может быть он недостаточно был готов чтобы перейти в мир иной это от нас сокрыто ну батюшка ну вот еще и такой момент как Господь уже шел на вольную смерть свою и вот это воскресение оно как раз должно было укрепить его последователей учеников ну так и случилось это было последнее разделение одни люди укрепились в вере во Христа а другие пошли доносить фарисеям они укрепились в ненависть ко Христу то есть окончательно уже разделилось вот произошло это разделение вот как сейчас вот благодаря последним событиям и всяким письмам и всяким так сказать шестием уличным ну уже всем все понятно кто на стороне церкви а кто на стороне антихриста все прям люди подписались то есть вот всякие события они как бы определились каждый человек определился с выбором с кем вы господа деятели культуры вот все совершенно ясно потому что бывает так человек живет ну как занимается своим делом спрашивается что ему выскакивать и заявлять о своей позиции какой а вот он что-то говорит что-то подписан обязательно хочет засвидетельствовать на чьей он стороне то есть вот такое разделение это тоже очень вещь удобная потому что так не поймешь вроде человек милый симпатичный кто есть кто вот а на самом деле это мефистофель ну и последний вопрос позвольте задать который вот нам прислали да некоторое время тому назад владимир из москвы пишет что вы собираетесь всем миром возводить храм во имя святых петра и февронии так ли это и в каком состоянии сейчас находится это благое дело был ли уже объявлен сбор средств каким-то образом можно ли поучаствовать в этом благом деле вот так еще в силу того что я назначен первым заместителем святейшего патриарха в патриаршей комиссии по семье и защите материнства и вот это как бы это назначение совпало и с моим желанием построить в Москве храм Петра и февронии он будет являться как бы таким центром при котором я хочу чтобы был и ЗАГС и всякие служба молодой семье и вообще вот этот если этот опыт удастся реализовать то как бы распространить на всю нашу землю такая существует идея и в общем к этому предпринято много шагов но пока еще даже не выделена земля мы сделали попытку ну как на территории храма метрофан в Воронежском построить но нам пока это не разрешают поэтому я вот жду когда может быть в программе 200 нам выделят какое-то место но собирать средства уже можно сейчас мы и в храме собирали и даже не один миллион собрали они сейчас есть а так еще вот такая есть программа по СМС на номер 7715 если любой из наших телезрителей отправит и в начале сообщения слово метрофан потому что это на счет храма метрофан Воронежского вот и через пробел сумма и тогда с мобильного телефона эту сумму забираются в нашу пользу там за очень небольшим вычетом для фирмы которая всю эту операцию обслуживает обслуживает да поэтому можно уже средства повторите еще раз номер если можно пожалуйста 7715 короткий номер 7715 смс в начале сообщения слово метрофан и через пробел сумма да совершенно верно вот поэтому очень будем рады потому что понятно что ну я уже так продумал саму идею храма вот а в Москве просто катастрофических храмов не хватает вот у нас на благовещении было 1700 с лишним причастен понимаете вот это все одна литургия вторая третья в другом храме тоже одна литургия вторая это храмы маленькие вот такой центр он предполагает ну в каком-то месте что бойком чтобы удобная чтобы брачующиеся приезжали на своих машинах везде бы их разместить и так далее и целая программа и психологической помощи и помощи воспитания детей а уже этот опыт распространять на всей партии спасибо батюшка нам пора прощаться да жалко а то бы я рассказал вообще об этом замысле если удастся ну пока еще какие-то силы есть ну и потом должность обязывает да да всем доброго до свидания спасибо вам за ваше внимание всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания